Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как я обещала в предыдущей передаче, сегодня мы с вами заканчиваем тему под названием «Декор предметов интерьера с помощью золотой потали и золотых пудр». Ну а сегодня я предлагаю применить как раз технику золочения с помощью пудры на старом керамическом горшке. Наверняка у вас дома или на даче завалялись старые горшки. Конечно, сейчас уже в хозяйственных магазинах можно найти совершенно чудесные горшки с различным декором. И, пожалуй, иногда такие вот старенькие грязненькие, даже несмотря на то, что они крепкие, они просто выкидываются за неэстетичный свой вид. Однако это можно поправить, и старый горшок, который уже, наверное, отслужил вам верой и правдой, реанимировать и сделать его одекорировать своими руками. Надо сказать, что такого горшка точно уж больше не будет ни у кого, он будет у вас в единственном экземпляре. Но насчет того, если вы переживаете, будет ли это вредно растениям, которые будут находиться в этом горшке, это растениям вредно не будет. Так что с ними ничего страшного не произойдет. Для декора горшка нам нужен сам горшок. Конечно, его предварительно надо помыть, высушить, обтереть и так далее, удалить всю старую грязь и наслоение. Потом нам понадобится золотая пудра. Ну вот у меня золотая пудра, она вообще насыпана в баночки из-под старого детского питания, так что вы не смотрите. Такую баночку вы точно нигде не найдете. Также нам с вами понадобится лак. Лак у меня отлит в такой маленький, опять-таки, пузыречек. Какой лак вам потребуется? Самый обычный лак мебельный, паркетный, нитро- или алкидный. В общем-то, опять-таки, производитель здесь не играет решающей роли, но вот такой покрывной лак, который используется в бытовом хозяйстве. Потом нам будет нужна кисточка. Кисточка, ну я вас призываю взять не самую лучшую кисть. Вообще, если вы занимаетесь декором или будете заниматься декором, мой вам совет. Нет, приобретите пару кистей для таких грязных работ, таких как лакировка, проклейка. Эти кисти все равно идеально никогда не отмоются, как бы вы хорошо их не мыли. Кстати, лучше всего их мыть, опять-таки, с помощью, например, скипидара или там уайцперита отмывать. И также обязательно при мытии кистей используйте хозяйственное мыло. Никакое современное мыло, косметическое или туалетное, никогда вам кисточку и даже ваши сами руки не отмоют. Только хозяйственное мыло. Это действительно, мне кажется, самое лучшее, чем можно отмыть и кисти, даже одежда, если вы случайно испачкались. Итак, кисточка не очень хорошая, мы с вами договорились. Сама золотая пудра. Для нанесения золотой пудры нам с вами потребуются обычные хозяйственные губки, разрезанные на небольшие кусочки. Нам так будет удобнее пользоваться. Ну и технология, на самом деле, простая сама по себе, и здесь ничего сложного нет. И с чисто технической точки зрения здесь тоже ничего сложного нет. Если, например, мы вспомним золочение с помощью фольги или потали, там действительно надо на нее не дышать, брать чистыми руками, аккуратно наносить, разглаживать. Здесь все гораздо проще. Если золотая пудра наносится очень легко, и даже если какое-то место вы случайно протрете или оцарапаете, пока еще оно не засохло в результате работы, то это очень можно исправить, и ваша ошибка будет не видна. Вообще, я решила, что горшок, он такой у меня неказистого достаточно вида, полностью отзолотить, у меня будет вот такой золотой горшок. Что мне для этого нужно? Я беру лак, как я уже сказала, он у меня просто отлит в маленькую емкость для простоты. Беру кисточку, ну и, в принципе, достаточно тонким слоем наношу лак по всему изделию. Вне зависимости от того, вот видите, здесь у меня какая-то одна часть такая более глянцевая, другая менее глянцевая, в общем-то, вот просто наносим последовательно на весь горшок лак. Иногда горшки бывают очень пористые, они же из керамики, и, естественно, мне очень сложно предугадать, из какого именно сорта глины будет сделан горшок, который вы будете собираться декорировать. Поэтому, если горшок очень пористый материал, то следует, наверное, пройтись два раза лаком по одному и тому же месту. Вот у меня горшочек достаточно плотный, поэтому мне в этом нет необходимости. Таким вот образом. Сразу хочу отметить, что он у меня будет не только золотой, но еще слегка состаренный потом. Хотя, впрочем, по золоте, вот ту технику, которую я вам объясняю, по золоте, когда она высохнет, можно наклеивать декупаж, можно художественно рисовать, наклеивать какие-то камушки, делать то, что пожелает ваша душа. Ну, а пока вот я прокрыла. Теперь кисточку мы откладываем в сторону, она мне больше не понадобится, лак можно закрыть. В отличие от предыдущей техники, нам не надо ждать, пока лак высохнет, потому что все вот такие покрывные лаки на нитро- и алкидной основе, они сохнут достаточно долго. Ну, иногда там, если вы вспомните, до, по-моему, суток или полусуток, до 12 часов. Да, в общем-то, и техника не подразумевает высыхание лака, как раз нам нужно наносить на сырой лак. Опять-таки, единственное, что я вас попрошу, будьте внимательны, чтобы не было затеков. Иногда, когда лакируешь, можно не заметить. Все лишние капельки и затеки надо снять до того, как вы начнете золотить с помощью золотой пудры. А потом берете вашу золотую пудру и высыпаете ее на какую-нибудь поверхность. Там, на тарелочку, на листочек бумаги. Насколько большой расход материала? Опять-таки, в зависимости от плоскости, в зависимости от того, густо вы будете накладывать вашу пудру, или нет, но в целом расход, наверное, средний, если так проанализировать. И теперь самое важное. Это то, как наносить золотую пудру на пролакированную поверхность. Опять-таки, ничего сложного нет. Есть пара нюансов. Берем губочку. Губочка сухая. Губочку окунаем в наш золотой порошок. Вот таким образом, чтобы вся поверхность губки была в золотом порошке. И после этого мы начинаем тампонирующими движениями наносить золотую пудру на горшок. Ни в коем случае не надо двигать губкой по поверхности горшка. Движения должны идти строго вверх-вниз. Сильно нажимать во время припудривания тоже не стоит. Есть еще маленький секрет. Надо, чтобы всегда на губке было много золота. Потому что, как только между губкой и лаком исчезнет золотой слой, губка начнет не пудрить, а мазать. И вот этого не нужно. Если вы почувствуете, что ваша губка промочилась лаком, откладывайте ее в сторону и берете другую. Это у вас обязательно произойдет, потому что лак достаточно жирненький и просачивается сквозь пудру. Такой способ пока я золочу. Пару слов об этом способе. Вы знаете, он тоже долгоиграющий. И изделия, отдекорированные таким образом, можно, если не мыть, конечно, в пустомоечной машине, то протирать влажной тряпкой. Их можно эксплуатировать во влажных помещениях. В принципе, ничего такого страшного с ними не случится от небольшого воздействия влаги и воды. Так, половину горшка прозолотили. Вот, правда, я смотрю, что у меня кое-какие здесь места еще не дозолоченные остались. Вы тоже внимательно обращайте на это внимание. Золотая пудра у меня закончилась, поэтому мне надо досыпать. Еще на нашу импровизированную палитру золото. Так, берем новую губочку и продолжаем золотить. Может быть, вам покажется, что расход материала велик за счет того, что достаточно изрядное количество пудры разлетается, падает на стол, слетает с губки, витает в воздухе. Ну, впрочем, да, не без этого. Итак, основной объем работы у нас сделан. Однако, вы видите, он такой как-то неравномерный горшок у нас получился, позолоченный неравномерно. Мы можем его дозолотить и до более глянцевого состояния. Для этого мы берем чистую губку, опять-таки, припудриваем ее в нашем исходном материале. И после того, как уже наш лак немножко просох, мы начинаем тампонирующими движениями выравнивать основу. И здесь уже можно, когда лак чуть-чуть просохнет, делать уже движение, слегка приглаживая золотую пудру по поверхности горшка. Вот здесь у нас особенно много, видите, неровности возникло. Вот мы их счищаем. Если вы спросите во время эксплуатации, насколько вредна вот эта золотая или серебряная стружка, ну, в принципе, конечно, например, на кухонном столе этим заниматься не следует. Ну, конечно, она и не является смертельно опасной или токсической в том числе. Просто это частицы металла, которые будут какое-то время витать в воздухе. Ну, если аккуратно протереть стол, и то место, где вы работали, то никакой опасности это, конечно, не представляет. Золото на таких предметах будет, ну, или серебро, или бронза, я же не знаю, какая у вас будет пудра, будет ложиться тем ровнее, чем ровнее у вас исходный материал. Вот если вы внимательно смотрели, горшок у меня действительно был уже старенький, изъеденный какой-то коррозией или патиной, если можно так выразиться. Поэтому и золото, естественно, по нему ложится не идеально ровно. Если бы у нас был, например, совершенно новый горшок керамический с ровными бачками, и золото бы легло ровнее. Вот таким образом можно здесь и кромочку слегка позолотить. Сейчас она у меня немножко выпала из сферы моего видения, поскольку мне неудобно было иначе перехватывать горшок. Ну вот я немножко лаком провела кромочку и собираю остатки и золочу. Вы можете задаться вопросом, а нельзя ли просто, например, покрасить горшок золотой акриловой краской? Ну, вы знаете, в принципе, можно, но есть одна небольшая деталька и особенность. Дело в том, что, в принципе, акриловые краски стойкие, но кроме нескольких цветов, такие как золотые, серебряные и так далее. Все это связано с тем, что как раз вот в акриловую суспензию введены тоже настоящие элементы металла, вот эти мельчайшие крошки. И поэтому вот как раз золотая акриловая краска очень часто, ну, могу сказать, по собственному опыту, через какое-то время начинает отслаиваться, если только расширение, ну или там физические свойства засохшей краски не будут совпадать с физическими свойствами исходного материала. Особенно вот в таких достаточно активных предметах, как, например, цветочный горшок, там же и поливаем мы его, да, часто. Он, например, может стоять на подоконнике, то есть там будут попадать прямые солнечные лучи, опрыскивают растения, все такое прочее. Поэтому акриловая краска золотая цветочного горшка отлетит очень быстро, то есть это действительно уже проверено неоднократно. Ну, а вот такая позолота, когда она высохнет, высохнет окончательно. Ну, она примерно, наверное, через сутки. Ну, все будет зависеть, естественно, от того, насколько быстро будет у нас как раз сохнуть наш с вами лак. После этого горшок вы можете уже совершенно спокойно эксплуатировать, сажать в него цветы и так далее. Так, ну, а сейчас мы опять-таки чуть-чуть сдуваем пудру. Я предлагаю его немножко, опять-таки, запатинировать с помощью битума. И это будет уже наш второй этап работы. Итак, наша позолота уже немножко подсохла. Конечно, в рамках студии мы все делаем быстрее. Если вы будете выполнять такой декор предметов интерьера дома, я вам советую подождать, ну, может быть, часа два или три, оставив горшочек, ну, или другой предмет, сохнуть в совершенно свободном и спокойном месте. После этого, вообще, конечно, вы можете и так оставить золотой предмет, если он вам нравится. Ну, собственно говоря, как я уже сказала, вы можете наклеивать докупаж, вы можете наклеивать какие-то другие предметы, например, бечевочку намотать красивую, приклеить камушки речные или морские, ракушки и так далее. Ну, а поскольку у нас что-то под рукой нет ни камушеков, ни ракушек, то мы сейчас с вами его немножко задекорируем под старину, чтобы это золото не было таким ярким и бровским. Для этого мы, опять-таки, используем битум. Ну, битум действительно очень часто используется в декоре. Однако, чтобы он у нас более свободно ложился, я его хочу немножко разбавить. Вот, пожалуйста, на палитру я из баночки уже выложила энное количество битума. Он такой достаточно плотный, но для того, чтобы он стал более жидким и более свободно ложился по плоскости нашего горшка, я его немножко развела у ацперита, и он становится жиже. Опять-таки набираю на губочку. Ну, а теперь уже как же декорировать, чтобы он стал более старым, какие делать прожилки или трещины, конечно, каждый из вас будет решать самостоятельно, и тут ему будет под сказкой его творческое чутье, воображение. Мы сначала таким вот образом поступаем. Для того, чтобы битум лучше растекался, можно вот я кисточку окунаю в раствор с у ацперитом, но вы можете использовать скипидар, пенен, различные разбавители. И таким вот образом более интересно наш битум начинает растекаться по плоскости нашего горшка. Но надо сказать, что битум это будет не последний элемент, который я сегодня применю в декоре. Я еще немножко возьму зеленой акриловой краски для того, чтобы сделать небольшую еще и зеленую патину. Так, свободными движениями мы наносим на горшок битум. Так, так, так. Потом возьмем кисточку со скипидаром и свободными движениями немножко разровняем. В принципе, это можно делать действительно быстро, не очень зацикливаясь там на каком-то изяществе линии, потому что старение, оно же как получается, так и получается. И иногда даже такие неожиданные творческие решения приводят к более интересному художественному результату. Спонтанность, мне кажется, всегда в творчестве важна. Таким вот образом. Битум у нас очень красиво начинает перемешиваться золото, поскольку золото еще не до конца приклеилось с помощью лака к поверхности. Но, опять-таки, со скипидаром вы уж, пожалуйста, не переусердствуйте, потому что вы вообще можете все смыть. Поэтому надо соблюдать определенную долю внимательности в этом деле. Вот, таким образом он разливается. Здесь как-то можно еще совместить чуть-чуть. Так, теперь мы немножко подождем, пока это у нас все застынет. Это происходит достаточно быстро. После чего немножко зеленой краски мы положим в некоторых местах, уже акриловой, создав эффект того, что наш горшок немножко позеленел от времени и от старости. Итак, на палитре я развела замес зеленой краски. Зеленую краску только, пожалуйста, для патины выбирайте не очень яркую. Таких приглушенных, может быть, слегка болотных цветов. Краску я развела достаточно жидко. Опять-таки, беру обычный кусочек губки, макаю ее в раствор. И, опять-таки, творческими движениями кое-где наношу нашу зеленую акриловую краску, создавая эффект состаренной поверхности. Зеленым цветом я тоже, думаю, не стоит сильно переусердствовать. Поскольку зеленая патина, она также на настоящем изделии далеко не везде и не всегда возникает. Таким вот образом. Если краска слишком густа, ее можно слегка развести водой. Может быть, мы сейчас сосредоточимся ближе к краям изделия. Подчеркнем его старину именно в этих местах. Ну и кое-где посерединке наложим. Акриловая краска сама по себе после высыхания вода нерастворимая. Поэтому после всех наших манипуляций горшок ничем дополнительно обрабатывать не нужно. И закреплять ничем не нужно. Никакими лаками и так далее. Потому что все будет держаться стойко и долго. Впрочем, еще будет красиво, если поверх таких состаренных поверхностей наклеить на обычный клей ПВА какие-то, например, зернышки. Тоже очень красиво смотрит гречка наклеенная. Или иногда зерна каких-то, ну, может быть, не очень распространенных плодов. Кстати, еще очень красиво смотрится. И вот не так давно я видела своеобразный декор с помощью красной чечевицы. Даже сразу не поймешь, что это именно такое, пока не возьмешь руки и не приглядишься. Ну вот, мне кажется, что на этом мы можем пока остановиться в декоре нашего горшка. В любом случае, вы сейчас можете вспомнить, какой он был, каким он стал. Конечно, творческая фантазия здесь не ограничена. И еще раз хочу повторить, что подобным способом золочения с помощью пудры вы можете обрабатывать различные поверхности. Стекло, керамику, дерево, ДСП. Ну, на самом деле, любые твердые поверхности. В принципе, пластмассы, оргстекло и так далее. Все, что мне сейчас приходит на ум. Дело в том, что им можно обрабатывать все, на что ляжет исходный лак. Ну, исходный лак, как я уже сказала, это может быть лак на нитро- или алкидной основе. Ну, вот еще, пожалуйста, вы можете поближе посмотреть, рассмотреть, какой же у нас получился с вами горшочек золотистый с такими древними разводами. Впрочем, он, конечно, стал лучше, чем он был. И уже не видно, что он такой старый, растрескавшийся, видавший виды горшок. В общем, он приобрел в определенной степени какие-то новые грани своей формы. На этом, я думаю, что тема по серебрению и золочению мной исчерпана. Хотя, существуют, конечно, наверное, какие-то дополнительные техники. Ну, а эта передача подходит к концу. До свидания.